Иерусалимский монастырь Немалый вклад в развитие духовных наук внесли выпускники Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, редактор журнала «Церковный Вестник» Александр Катанский, философ, логик и психолог, профессор Казанской Духовной Академии Вениамин Снегирев и его брат, духовный писатель Александр Снегирев. Нынешние студенты и преподаватели чтят память новомучеников, которые учились в Нижегородской Духовной Семинарии. Протеерея Александра Никольского и его брата Иоанна, архиепископа Тверского Фаддея Успенского, епископа Уфимского Симона Шлиева, протеерея Петра Новосельского Иакова Гусева и его брата священника Михаила Гусева, священника Андрея Бенедиктова. Жизнь старейшей семинарии прервали революционные события 1917 года. Семинарские сооружения, все ценности, богатейшая библиотека и археологический музей были отобраны советской властью. Семинарский храм в честь преподобного Иоанна Дамаскина разрушили до основания. Возродилась духовная школа только в 90-х годах 20-го столетия. В 1997 году состоялся первый выпуск. Всего с начала Возрождения, с 1993 года, Нижегородскую семинарию закончили около тысячи выпускников очного и заочного отделения. Поступать учиться в Нижегородскую семинарию приезжают абитуриенты из разных регионов страны. Профессорско-преподавательская корпорация семинарии состоит из 34 человек, в их числе 17 священнослужителей, преподавателей нижегородских и московских вузов. Среди педагогов духовной школы 3 профессора, 6 докторов наук, 9 доцентов и 15 кандидатов наук. Нижегородская семинария много лет сотрудничает с Мининским университетом, а также медицинским, лингвистическим, архитектурно-строительным университетами, сельскохозяйственной академией и академией МВД. В 2006 году завершилась реконструкция семинарского здания на Похвалинском съезде. На территории Благовещенского монастыря был открыт после восстановления храм святителя Алексия Московского, который стал семинарским. С 1948 по 2005 год в этом здании размещался нижегородский планетарий, были снесены малые главы, понижен центральный световой барабан. Осенью 2007 года реставрационные работы были полностью завершены, внутри Алексеевского храма восстановлены все фрески, написаны иконы, установлен фаянсовый иконостас, подведено освящение, позолочены купола, заменена кровля, расписаны фронтоны. Богослужения совершаются священниками-преподавателями с участием семинаристов, которые ежедневно несут клиросные, панамарские и другие послушания. Семинария занимает важное место в жизни Нижегородской митрополии. Нижегородская духовная семинария одно из самых известных учебных заведений Русской Православной Церкви. В настоящее время семинария дает своим студентам высококачественное гуманитарное образование в сфере религиоведения, церковной истории, филологических дисциплин. И, конечно, в первую очередь, пастырских дисциплин, которые необходимы выпускникам нашей духовной школы для будущего священнослужения. Все это направлено на то, чтобы дать студентам не только хорошее современное образование, но и воспитание в духовных традициях Русской Православной Церкви. Это, конечно, не только само по себе образование, но и определенный образ жизни, уклад, церковный ритм. Помимо учебного процесса мы еще и спортом занимались, посещали разные экскурсии, были паломнические поездки. Это было очень здорово, живо, ярко и лучшее время в нашей жизни. Перед нами теперь открылись просторы новые. В семинарии на протяжении двух лет мы изучали дисциплины, связанные именно с музыкой. Было сольфеджио, изучали нотную грамоту. На клиросе должны, на мой взгляд, работать верующие люди, которые могут не только чисто механически исполнять вот эти церковные произведения, а вкладывать в них свою душу. Каждое церковное песнопение требует именно отдачи от человека своей собственной души. Нижегородское духовное семинарие является научным центром, где проводятся богословские конференции различного уровня, где издается множество книг богословского содержания, пишутся статьи, ведутся исследования исторического, богословского и философского характера. Нижегородское духовное семинарие посещают различные ученые из Москвы, других духовных центров Русской Православной Церкви. И все это создает такую уникальную научно-богословскую среду, которая тоже оказывает большое благотворное влияние на студентов. В нашей семинарии есть много возможностей, чтобы заниматься научной деятельностью, поскольку здешняя профессорская преподавательская корпорация имеет таких профессоров очень высокого уровня, то есть которые преподают в нашем университете имени Лобачевского, Московской Духовной Академии. Каждый год Нижегородское духовное семинарие открывает свои двери для абитуриентов и набирает новых учащихся. Предстоящий год не исключение, и мы приглашаем абитуриентов в нашу духовную школу и не сомневаемся, что у молодых людей есть желание посвятить свою жизнь служению Христу и Русской Православной Церкви. Нижегородская духовная семинария отмечает трехсотлетие своего существования. Она была и остается фундаментальной духовной школой, ярким представителем православного образования и науки в Нижегородском регионе. Семинария дает студентам обширный объем знаний, воспитывает учащихся в традициях православного богословия, учит говорить о христианстве с современниками, готовит будущих священнослужителей пастырей церкви, проповедников Слова Божия современным людям. В храме, благоприятную для богослужения обстановку, создает все – молитвы, церковные пения, иконы, росписи и даже цветы, их живые краски, формы и ароматы. Храмовая флористика – тонкая наука. Конечно, можно просто ставить цветы в вазы, но композиция из растений создает иной, более точный колорит, соответствующий необходимому дню и богослужению. В воскресной школе при Староярмарочном соборе в Нижнем Новгороде прошел семинар храмовой флористики. Те, кто пытался самостоятельно изучать это дело, понимают ценность уроков профессионалов. Школа храмовой флористики, она уже давно существует в Москве при Богоявленском соборе. Захотелось именно практики, такой живой практики, с педагогами, потому что я уже давно здесь украшаю в соборе, но у меня просто было как бы все по наитию. Да, я украшала сначала с профессиональными флористами, светскими, но все равно какие-то именно детали и техника, она отработана не была, так как вот на очном обучении. Можно, конечно, учиться по видео, но мне тяжелее по видео учиться, чтобы тебе именно подошли и сказали, вот так и руку направили, да, это очень важно. Участники матушки нижегородские потом с области приехали. Теории на таких семинарах сразу переплетаются с практикой. Здесь изучают колористику, группировку цветов и зелени, стилистику и многое другое. За эти пять дней мы должны научить их базе и рассказать про нюансы, плюс всякие разные пасхальные объекты, да, там и свечи, и икона, и иконостас, все-все-все, что можно будет украсить, мы это расскажем, покажем, например, храма, то есть мы не просто вот здесь, да, какие-то вещи мы сделаем здесь, потом мы пойдем в храм, покажем, как это крепится. Храмовая флористика, она строится на обычной флористике, но в ней есть свои нюансы, да, то есть есть свои каноны, поскольку мы храмовые флористы, мы делаем все по благословению настоятеля того храма, где мы украшаем. Мы должны знать традиции храма, да, который мы будем украшать, должны уточнить у настоятеля, да, что как бы вот что хочет он. Растительный материал имеет свои особенности, о которых большинство из нас и не подозревает. Чтобы просто грамотно обрезать стебель цветка, нужно знать правила. Самую элементарную композицию удачно не составить без опыта. Его и набирают на семинарах. К каждому празднику у нас есть свой цвет, да. Богородичный праздник у нас голубой, да, и все чины, священнослужители, они все в этот день ходят в голубом, бирюзовом цвете, там, темно-синим он может быть. Даже на ту же пасту. Одни хотят чисто в красном цвете оформлять, другие любят, чтобы цвета были смешанные, там, в третьем, там, в бело-красном. Как бы вот это все нужно спрашивать. Не сам флорист должен это решить, в каком цвете он хочет, да, потому что, ну, в этот день спектр большой очень, а именно он должен спросить у настоятеля, в каком цвете все это должно, ну, украшение быть. В заключении семинара участники сделали общую творческую работу и получили удостоверение. Я онлайн училась на этих курсах, рождественски закончила курс и узнала, что приезжают к нам наши педагоги и будут проводить очно занятия, поэтому я очень рада была снова с ними здесь встретиться и уже практически обучиться вот этой храмовой флористике. Очень большой объем, так как за пять дней нам было очень много данной информации. Особенности композиции, особенности украшения храмовой флористики именно в дни церковных праздников, особенности цветов, как их правильно располагать, какие их свойства, как сделать так, чтобы они дольше сохраняли свой вид. Во всем нужна мера. Сделать так, чтобы это было эстетично и соответствовало именно этому дню. Надеемся, что теперь по всем правилам, по всем канонам мы будем украшать наш храм. Не зря сказано, что цветы – это остатки рая на земле. Очень жалко, что сегодня последний день. Хотелось бы учиться. И такая группа у нас подобралась. Доброжелательные, все такие активные девочки. Прям очень жалко расставаться. Все участники этой небольшой учебы были благодарны своим педагогам и готовы с новым вдохновением и, конечно, обновленными знаниями и умениями заниматься украшением храмов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова